Продолжение следует... 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 И они прям по дороге Они не знают, как ехать правильно По траве боятся ехать И по дороге едут И батюшка говорит, езжайте навстречу У тебя машина где? Давай, поехал навстречу Отъехали 5 километров от разъезда И смотрим, машина там идет впереди Ждем ее Ну сколько, метров 500 может Ждали, ждали, они едут, едут И вот так по дороге Болтает машину Упорно вперед Вот так вот зигзагами подъехали Минут через 10 Благословились Я говорю, вы сейчас съезжайте Впереди, только вот так вот по травке Этот священник, нет уж, давайте мы за вами уже поедем И мы прям домчались Так они в конце уже перед деревней Быстрее нас Витя сидит рядом, говорит, ничего себе не быстрее нас Я говорю, нет, это нельзя Как так, мы же должны быть посланниками Притопили Короче, ели, опередили владыку Вот так стремился Чтобы успеть вовремя Вот это почтенно Это достойно уважения и любви Что так человек стремится Так он какие слова говорил Митрополит, я вообще удивлен Он говорит, я приехал сюда Потому что я понимаю Что вы необыкновенные люди Которые хоть много здесь Которые к благам там стремятся Чтобы комфорт был А здесь очень сложно жить Я это знаю Поэтому, говорит, я всегда С удовольствием посещаю вас Чтобы вдохновить вас Молитвой здесь Какие слова-то прекрасные Да Я думаю, если бы у нас такой был Митрополит В зарубежной церкви Ого-го Поднялись бы мы Не одна бы была потеряевка Там еще какая-нибудь Подстепная там еще и так далее Ну, в общем, праздник удался Батюшка был очень рад И постарались там сестры, братья Трапеза была отменная Ну и вообще, как всегда, встреча потеряевки И давно я уже, правда, не пробовал продукцию потеряевскую Мне очень понравилось Это вот после того, как я побывал в больницах Чувствую, что это здоровая пища и нужная Поэтому поддерживайте отечественного производителя Как там сказали братья, когда ярмарку в конце устроили Ярмарка была настоящая Не такая, как тут придумали Православная ярмарка И мы с братом пошли на эту православную ярмарку Приходим туда Я думаю, ярмарка, вижу, вообще никого нету А как ярмарка привык? Там всякие одежды там какие-то И продукты обязательно там Ну, ярмарка же Ну, что, не понять Тут православная ярмарка Это знаете, они вас накормят по полной программе Мощами там, всем подряд Только не пищей Хоть бы духовную дали пищу Так не телесной, не духовной, ничего нету И камеру еще сломали этому брату Пока я там отвернулся И вам, в деле, раздавал Там кто-то уже докопался Сектанты Это кто вы тут такие Начал командовать За камеру схватился Камеру сломал за 20 Куда годится-то? Это что за ярмарка такая? Пришли, ну, как получить удовольствие Оказались по уши виноватыми Камеру сломали И выгнали Брата прям выкинули Вдвоем Взяли там один такой толстый Короткий Ну, такой, видать, спортсмен И, короче, прям выкинули его А камера записывает еще И слышно шум какой-то Он Да вы что меня толкаете там Туда-сюда И вот А камера сломалась И это Он думал, что она все не записывает А она, кажется, записывала Он ее в карман положил И она там все записывала Записывала Вот если послушаете там Ну, увидите кое-что Как мы там попали под это И Ну, сами увидите Что там за ярмарка Ну, ладно Продавали там духовную литературу Но литература какая Дорогая Игнать Игоревич, он вот сделал Красивые книги Так они с толком там И все отлично читается И все буквами выделяется И закладки И скругления Чтобы Ну, все есть Там же книги Специально делают для того Чтобы увеличить их стоимость Теснения там всякие Корочки чуть ли не дубовые Там из Старого Дуба Где-нибудь с Филиппин Ну, что, заняться нечем По тысяче рублей там стоят Что это за духовная литература И мы Евангелие раздаем Не понравилось Что это Бесплатно вы людям даете А мы тут бедные стоим Горбатимся Продаем Никак продать не можем Иконы какие-то Ну, как будто икон нету у нас в храмах Ну, везде во каждом храме По пятнадцать лавок стоит Ну, немножко утрирую Ну, то есть и такие Христа Спасителя Там и больше, наверное Ну, в общем, это совершенно не ярмарка А вот Потеряйте, настоящая ярмарка И сало копченое Захожу Запах такой А мне сало нельзя Я говорю Ох, рыба копченая Давайте Сколько стоит Это, говорит, сало Но запахи прям Все сами накоптили Потом Из березового сока Сделали всякие напитки Я себе взял Имбирные С березового сока Ну, прям прекрасные напитки Там еще что-то было Потом Там яйца продавали Сами, которые вырастили Курицы деревенские Желток такой желтый Приятный такой вкус Вообще Вот сравнись только с городскими Какими Ну, вообще Все, неохота уже даже брать Прям ей не надо даже, наверное, брать Ну, то есть Деревня Деревня все-таки Призываю всех ехать в деревню Прямо всей общиной А оттуда будем приезжать в город На благовестие И вот там мы по-настоящему Сдружимся Витя Петеримов Как я буду Далеко не доехать Дорогу сделаем Надо пример тебе показать Пример уже показал Твоя сестра показала пример Ты что? И я только за Всеми руками Местолет покупать нужно? Да нет Дорогу можно сделать Там же этот Женя Долгов Сделал Подделал дорогу Там, где были Вот такие самые Злачные места Просыпал камушками Хороший камень Мрамор такой взял Отличный Посыпал Прям не постеснялся И проезжает Но некоторые места Еще остались Но нету Нету просто Людей Кучи Это храм Когда нужно строить? Когда есть люди? Когда есть прихожане? Когда нужно строить Дорогу в деревню? Когда там есть Жители Все вместе собрались Дружно Как вот они снег копали Видали кто-то? Как они снег Там Это Под 3 метра было Так они собрались Человек 20 И дружненько Вот это вот Выкопали эту траншею Туда вода там Ну и в общем Ничего не повредило И все пруды наполнились Правда Игнатик нашел работу Бобры ему помогли А мы были как бобры Только наоборотышные Бобры там все Дырки делали А мы как бобры Все это опять забивали Ну в общем Слава Богу Там много Во-первых записывается Можно посмотреть Ну передать конечно Ощущение Все невозможно Вот это просторы Там Это природа Ну Я еще Сам по себе романтик Такой турист Так и остался Готов еще ездить В Потеряевку Игнатик Давай поезжай Ну вот не знаю Очень хочу съездить Прямо Самые лучшие воспоминания Как у тех девочек из Канады Только о Потеряевке Как приедут Спасибо Христос Спасибо Христос Как говорится Ниоткуда без добра Что дороги нет А нужно быть хорошо Не всякий может Администратор доехать туда И так достаточно ездит туда Всякие там Препоны ставят нам У Людмилы есть слово У сестры Людмилы Знаете По поводу выступления Как раз Игоря Я хотела сказать Что вот нам нужно Просто помолиться И поблагодарить Господа Что вы попали В такое искушение Потому что все это Как бы наружу выявилось У кого что Какое Какие у нас У братьев У сестер Какие недостатки И поэтому Здесь Вот эта ситуация Вам нужно было выйти И поблагодарить Господа Что Господь вам Это как Наказание Ну не наказание А испытание такое послал Блаженный Когда вас гонят Про ярмарку говорю Про ярмарку говорю Я-то думал Про потеряйку Какие там искушения А там были Обратная дорога была Я просто не рассказал Было испытание Да Но Игнат Тихонович Молился с сестрами И с братьями Благодарю Господа Еще можно Да-да Сразу уже по ходу По потерянке И Барнину От 7 до 9 килограмм По пол баранчика 250 рублей килограмм Кому желающим Подойдите Записать Так еще У кого есть Еще можно Это Виктор Андреевич Еще хочу сказать Что вот насчет дорог Вот раз И вечером машина Дождей еще не было И машина Какая-то Никто не знает И Игнат Тихонович Просто там проходил Дима И мы тут Ехали куда-то С Виктором И остановились Там Мужчина какой-то Приехал в потеряйку Из Германии Попал Причем смотрит канал Уже 10 лет Ну или там Сколько он 7 лет Смотрит канал Я говорю Постоянно Смотрю ваши Там Все вот эти Ролики Какие выставляете 17 лет Он уже в Германии Дальнобойщиком был Его батюшка спрашивает Батюшка подъехал Узнать кто это Да вот Говорит Ехал в Николаевку Там на границе С Казахстаном Деревню отстроили Ее там Потоп захлестнул Или пожар Так я не понял Там брат у него живет Он его попроведал А обратно еду Смотрю А только поставили Этот Знак Потеряевка И он говорит Я еду Смотрю Потеряевка Ого А он думал Что это Мифическая деревня Ну как Потемкинская Такая Знаете Вроде как Построена Вроде Что там Снимают Мужики Для того Чтобы рейтинг Только набрать В интернете И поехал Поехал По этим полям Отец Павел Поехал Так он через Полтора суток Доехал А этот Сразу Видно Что прям Его батюшка Спрашивает Как вы доехали Он Да у меня Что у вас Не GPS А у вас GPS Он говорит У меня Вот тут Вот GPS Я говорит Баранку Всю свою жизнь Прокрутил На дальнобое И доехал Он видать Как то по следам Все это А там Разные следы Были Кстати Сложно И Побеседовал Посмотрел на всех И вот так вот Прям смотрит Рассматривает всех Ну его тоже Сняли Тоже можно Посмотреть Ну интересно Все Как Господь Посылает Вот людей Но мы думали Верующие Все таки Но оказывается Он Ну вот Людей Видите Даже неверующих Захватывает Вот Как бы В онлайн Жизнь Людей Просто Жизнь людей Искренних Он понимает Что это искренность Он приехал Посмотрел Все Я хочу еще Сам Батюшка 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 Ему храм Показал Деревню Поехал Везде Посмотрел Все Ну да Единственное Все же говорят Единственное На Алтае Деревня Которая Начала Восстанавливаться И еще Не померла Жители Прибавляется Дома Строятся И строятся Молодежь Ну Пускай Они Старообрядцы Там Ну Ну Что Теперь Мы же Не можем Сказать Вы Плохие Старообрядцы Мы же Только Зак Старообрядцы Это Разные Я О старообрядцах Скажу Виктор Баунтрок Многим Известный Попросил Игнать 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 Попросил Купить Книги Игнать 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 Три Экземпляра А У меня Пять Родите Я Говорит Воспитывать Их Хочу Вот Именно В Слове Божьем Пусть Читают Эту Книгу Потому Что Там Все Написано Как Нужно Вот Так Естественно Была Такая Она И есть Нина От Старообрядцев Которая Проходила Не один Год На Занятия В Полицинском Университете То есть Есть Разные Старообрядцы Которые Тянутся К Слову Божьем Тоже Вот Но Теперь О пользе Интернета Интернет Можно Использовать Как И нож Для Того Чтобы Сделать Грех И для Того Чтобы Нарезать Хлеб И подать Нуждающимся Вот Из интернета Полезные Сведения Называется Статья Будьте Голодными Ученые Выяснили Что Голос Защищает Мозг От Старости Вы Лучше Соображаете На Голодный Желудок Когда Вас Обрадует Новость О том Что Гормон Желудочно-кишечного Тракта Который Стимулирует Аппетит Также Активирует Рост Новых Клеток Мозга И Защищает Их От Подседствий Старения Команды Ученых Из Передаёт Нью Сайд Когда Грелин Впервые Обнаружили Его Назвали Гормоном Голода Он Вырабатывается В пустом Желудке И Всякий Раз Когда Мы Проводим Несколько Часов Без Пищи Уровень Грелина В нашей Крови Поднимается Однако Теперь Стало Известно Что Этот Гормон Улучшает Когнитивные Способности Память Улучшает Животные Со Скудной Диеты Обладают Успехи Зверьков В заданиях На развитие Памяти И обучения И стимулирует Развитие Нейронов Их мозги Когда Ученые Добавляли Гормон Гормон Клетка Мозга Мыши Выращенным В чашке Петри Включался Ген Стимулирующий Нерогенез В дальнейшем Команда Дэвиса Планирует Извлечь Пользу Из этой Работы Направить Результаты На поиски Способов Лечения Неродегенеративных Заболеваний Таких Как болезнь Паркинсона Вызванных Потери Мозговых Клеток Известен Благотворный Эффект Снижения Уровня Калорий На 25% От ежедневной Нормы На здоровье Человека В частности На уровень Сахара В крови Практикующие Умеренное Питание Люди Также сообщают Что их умственные Способности Улучшаются От такой Практики Будьте Голодными Еще раз К тому Чтобы Призываю К тому Чтобы Выйти Из-за стола Чуточку С ощущением Того Что еще Можно съесть Еще Не полностью Насчищаться Ну и Помните Когда Вот Кто Растапливал Печь Обычную Печь Вот как У нас Здесь На кухне Когда ты Забьешь Полностью Засыпешь Туда Дрова Уголь Сразу И попытаешься Разжечь Очень Трудно Это сделать Так и Желудок Если ты Набьешь Прямо Доверху Что называется До Ноздрей Ну попробуй Там все Разожги Все Чтобы Разжечь Нужна Пустота Потом Промежуток Должен Так что Это Сравнение Примите К себе Нет Есть Нужно Но В меру С разумением Они Совсем Есть С чувством Голода Это Относится Не только К людям И к собакам Я как Дрессировщик С большим Стажем Скажу Что Жирные Собаки Намного Тупее Я Всегда Учиться Я говорю Перестань Кормить Собаку И все Она раз Раз Подсушится И все Собака Начинает Сображать Работ Чудеса Кто ищет Чудес Елен Ищет Чудес Нередко И среди Иудеев 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 Значит Чудес Ищут Многие И считающие Себя Православными Христианами Тоже Вот чудеса Им подавай Чудеса Мироточение Средоточение И всякие Другие чудеса Подавай им Ну вот И в наше время Чудес Достаточно Но самое главное чудо То что я жив Что я еще жив Несмотря на то что я так Многогрешный человек И Господь терпит меня Это самое главное чудо И каждая клеточка В нашем теле Это чудо Попробуй загляни туда И увидишь там Как Все чудно устроено И как Господь Какие возможности Дал человеческому организму Насколько в нем заложено Какой потенциал заложен в нем То есть Возможности для того Чтобы преодолевать Все препятствия Которые вокруг нас В нашей жизни встречаются И для борьбы с грехом В том числе Господь сколько дает нам возможности Только мы их плохо используем А часто вообще не используем Эти возможности Ну вот очередное Очередное чудо Так называемое Мать родила ребенка в гробу Мертвая Конечно Есть много вещей Которые с точки зрения медицины Легко объясняются Но есть вещи Которые даже медицинская наука Не в состоянии объяснить Такова история О рождении в гробу Которое Ничто иное Как чудо Этот случай Проошел в Торонто Торонто Канада Всего 23 часа Всего 23 часа После того Как гроб с телом Мертвой женщины Был захоронен Мертвое тело Успешно родила Ребенка 5 фунтов весом И если это не удивит вас То вы можете Искать ответ у врача Возможно ли это Врач Который заявил Что женщина мертва Сказал Я работаю врачом В течении 22 лет И если это не чудо То я не знаю что это Женщина стала Жертвой ДТП Дорожно-транспортного происшествия После чего Она понесла Были ужасающие травмы Головы И грудной клетки Кроме того Власти заявили Такое невозможно Ребенок не мог выжить После ДТП Который убила ее мать Кроме того Ребенок остался Без кислорода И пищи В течении 23 часов Но бог свидетель Ребенок выжил Ни один врач В мире Не может объяснить это Печальная часть Этой истории Состоит в том Что эта женщина Собиралась родить Своего ребенка И она была в машине На пути ее в больницу Как это произошло К сожалению Она потеряла контроль Над своим автомобилем И произошел этот инцидент Медицинский бюллетень Также утверждал Что в момент аварии Женщина была только На сроке беременности 7,5 месяцев Никто не ожидал этого Так как врач скорой помощи Объявил Что женщина и ребенок мертвы Это произошло После неоднократных попыток Врачей спасти жизнь Матери и ребенка В утробе матери У них не получилось Сделать это После этого Мертвое тело Держали в холодильнике Морга В течение 17 часов Через 20 часов После инцидента Обжженное тело Женщины Уже было в гробу Но к счастью Три часа спустя Когда рабочие кладбища Спускали гроб В могилу Услышали крики Новорожденного ребенка После этого Машина скорой помощи Увезла ребенка В больницу Чудо Ребенок Сохранился Родился Преждевременно Примерно На полтора-два месяца Маленькая девочка Была голодная Обезвожена Но выжила с Божьей помощью Девочка находилась В инкубаторе В течение 4 месяцев Пока она не стала здоровой Чтобы защитить Частную собственность Имя женщины и ребенка А также другие детали Остались секретом Пять фунтов Это сколько? Два килограмма Да, там не больше Два килограмма Побольше немного Вот Вот чудо Второе Вообще С детьми С мертворожденными И новорожденными Это каждый человек Который имеет отношение Который может подтверждить В них заложен Такой потенциал Что мы просто не знаем У моей родственницы Близкой моей родственницы Был Сказали ей Что ты родила мертвого Отнесли В морг Через некогда На следующий день Пришли родственники Чтобы забрать его И нашли его Живым Оказывается Вы понимаете? Так вот Это вот Свидетели Мои близкие Родственники Так что вот Еще один Значит Случай тоже На эту же тему Женщина Будучи беременной Была Так же Я не помню ДТП Она или как Ну в общем Была На Искусственной вентиляции Легких И признали Что Мозг у нее уже мертвый И Вегетативная Так называемая Жизнь То есть Ее поддерживали Жизнь Вот Была Значит У нее Беременность Тоже 15 недель Еще 12 недель Держали И ее Состояние Вот это На аппарате И когда Лечили аппарат И она умерла Но в нее еще Забрали 4 органа Для пересадки Другим людям Которые нуждаются Так что Она 4 людей Спасла от Болезни и смерти И еще ребенка Транжиев Отможно нам Вот свои органы Как христианам Отдавать Если вот в такой Случай Если в аварии Или что-то Такое В практе Возвратишься Ничего там Нельзя Если Господь Не дал этой возможности То не надо Сюда Оставаться И вообще Вокруг этого Транспонтологии Такие Инсинуации Такие Нарушения Нарушения Этики И всего там Все это Требуется Финансов Больших Поэтому Всегда Это сопровождается Темными делами Лучше с этим Не связываться Ни себе Ни другим Не пересаживать Ну вот так Не ищите Чудес Чудеса Вокруг нас А теперь Брат Толкование На сегодняшнее Евангельское чтение С чувством С толком Витя Осталовкой Витя Галя Все же Ты можешь снимать Давай я почитаю Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Иоанна 9 глава 1-2 стихи И проходя Увидел человека Слепого От рождения Ученики Его спросили У него Рави Кто согрешил Он Или родители Его Что родился Слепым Толкование Господь Уходит Из храма Чтобы Укротить Сколько Нибудь Гнев Иудеев Но Как Он мог Согрешить Прежде Рождения Своего Апостолы Вероятно Не разделяли Языческого Суеверия О том Будто Душа Прежде Соединения С телом Живет В ином Мире И за грех Как бы В наказание Не сходит В тело Будучи Рыболовами Они ничего Такого Не могли Слышать Ибо Подобные Мысли Принадлежали Мудрецам И так Вопрос Кажется Неразумным Но Не для Внимательного Ибо Знай Апостолы Слышали Как Христос Сказал Расслабленному Вот Ты Выздоровел Не греши Же Чтобы Не случилось С тобой Чего Хуже Евангелие Таана 5.14 Теперь Видят Слепого И Не одумевают И Как бы Так Говорят Положен Что Тот Расслаблен Был За грехи Но Что Ты Скажешь Об этом Он Ли Согрешил Но Этого Нельзя Сказать Потому Что Он Слеп От Рождения Или Родители Его Нельзя Этого Сказать Потому Что Сына За Отца Не Наказывают И Апостолы В настоящем Случае Не Только Спрашивают Сколько Не Одумевают Слагать Грехи Отцов На Детей Ни В чем Не Виноватых Несправедливо Это Внушает И Бог Через Иезекиля Да Не Будет У Вас Больше Поговорки Этой Отцы Ели Кислый Виноград А у Детей На Зубах Оскомина Иезекиля Восемнадцать Один Два А Через Моисея Постановил Законом Да Не Умрет Отец За Сына Второзаконие Двадцать Четыре Шестнадцать И Исход Трицать Четыре Семь Это Приговор Не Всеобщий Сказанный Не Обо Всех А Только О Тех Которые Вышли Из Египта Потом Смотри И На Смысл Приговора В нем Не Говорится Что Дети Наказываются За грехи Совершенные Отцами Но Что Наказание За грех Отцов Переходят И на детей Когда Дети Совершали Такие Же Грехи Чтобы Вышедшие Из Египта Не Подумали Что Они Не Будут Наказаны Тем Же Чем Отцы Их Хотя Б Согрешили И Хуже Их Говорит Им Нет Не Так Грехи Отцов То есть Наказания Перейдут И на Вас Потому Что Вы Не Сделались Лучшими Но Совершили Грехи Такие Же И Даже Худшие Если Видим Что Нередко И Дети Умирают В Наказание Родителям То Знаем Что Бог Берет Их Из Здешней Жизни По Человеколюбию Чтобы В жизни Не Делались Хуже Родителей И Не Прожили На Зло Своей Души Или Даже Многих Других Но Бездна Судеб Божьих Сокрыла Эти Случаи Случаи В Самой Себе Евангелие От И 9 Глава 3 5 Иисус Отвечал Не Согрешил Ни Он Ни Родители Его Но Это Для Того Чтобы На Нем Явились Дела Божии Мне Должна Делать Дела Пославшего Меня Докули Есть День Приходит Ночь Когда Никто Не Может Делать Доколе Я В Мире Я Свет Миру Толкование Скажешь Что Света Лишен И Какой Вред От Этого Что Лишен Чувственного Света Напротив Он Более Облагодетельствован Ибо Вместе Со Зрением Телесным Он Прозрел И Очами Душевными Слепота Послужила Ему На Добро Так Как Через Исцеление От Нее Он Познал Истинное Солнце Правды Два Слова С большой Буквы Итак Слепец Этот Не Обижен А Облагодетельствован Потом Всякий Занимающийся Словом Божьим Должен Знать Что Частицы Для Того Чтобы Нередко Употребляются В писании Для Обозначения Непричины А Самого События Бог Дал Язычникам Знания Не для Того Чтобы Они Согрешая Были Безответны Но Для Того Чтобы Они Не Грешили А Как Они Грешили То Вследствие Сего Знание Сделало Их Безответными Выражением Может Делать То То Есть Веровать Ибо Делом Называет Веру И так В будущем Веке Никто Не Может Веровать Настоящая Жизнь Есть День Потому Потому Что Мы В течение Ее Как Днем Можем Делать Хотя Павел И Называет Ее Ночью Частью Потому Что Здесь Неизвестный Совершающий Добродетель Или Порог И Частью По сравнению Со Светом Который Озарит Праведника Будущий Век Есть Ночь Потому Что Там Никто Не Может Делать Хотя Апостол Павел Называет Его Днем Потому Потому Что Праведные Явятся Во свете И Откроются Дела Каждого Итак В будущем Веки Нет Веры Но Все Будут Повиноваться Желающие И Нежелающие Далее Доколе Я В мире Я Свет Миру Ибо Учением И явлением Чудес Просвещаю Души Евангелие От Иоанна Девятая Глава Шестой Седьмой Стихи Сказав Это Он Плюнул На землю Сделал Брение Исплюновение И Помазал Брение Глаза Слепому И сказал Ему Пойди Умойся В купальне Силаам Что значит Посланный Он пошел И умылся И пришел Зрячим Толкование Одни слова Что создал Адама Я Могли показаться Соблазнительными Для слушателей Но когда слова Подтверждаются Делом Не оставалось Уже повода К соблазму Устрояет Глаза Избрения Употребляет Тот же способ Творчества Каким сотворил И Адама Не только Устроил Глаза И открыл Их Но одарил Зрением А это Показывало Что он Вдохнул И душу В Адама Евангелие Это Ана 9 глава 8 11 Тут Соседи И видевшие Прежде Что он Был Слеп Говорили Не тот Лето Который Сидел И просил Милостыни Иные Говорили Это он А иные Похож На него Он Жи говорил Это я Тогда Спрашивали У него Как Открылись У тебя Глаза Он Сказал В ответ Человек Называемый Иисус Сделал Брение Помазал Глаза Мои Сказал Мне Пойди На купальне Силаам И умойся Я пошел Умылся И прозрел Толкование Соседи Пораженные Необычностью Чуда Не верили Хотя Шествие Его На Силаам С глазами Помазанными Брением Для того И было Чтобы Многие Увидели Его И потом Не отрекались Бы Незнанием Однако же И теперь Не верят Евангелист Не без Намерения Замечает Что он Просил Милостыни Чтобы показать Неизреченное Человеколюбие Господа В том Что он Снисходил И к бедным Что он С большим Попечением Врачевал И нищих А отсюда И мы Научились Бы Не презирать Своих Меньших Братьей А слепец Не стыдясь Прежнего Убожества Не боясь Народа Открыто Говорит Это я Проповедует Благодетеля И говорит Человек Называемый Иисус Называет Господа Человеком Потому что До сили Еще ничего Не знал О нем А что Теперь узнал Кто Иис Поведует Откуда Жиз Знает Что это Иисус Из разговора Его с Учениками Ученики Спрашивали Господа О нем Евангелие Атеана 9 глава 12 по 16 стихи Тогда сказали ему Где он Он отвечал Не знаю Повели Сего Бывшего Слепца К фарисеям А была Суббота Когда Иисус Сделал Брение Отверз ему Очи Спросили Его Так же И фарисеи Как Он Прозрел Он Сказал Брение Положил Он На мои Глаза И я Умылся И вижу Тогда Некоторые Из фарисеев Говорили Не от Бога Этот Человек Потому что Не хранит Субботы Другие Говорили Как Может Человек Грешный Творить Такие Чудеса И была Между Ними Распря Толкование Евангелист Замечает Что Была Суббота Чтобы Показать Злобу Их Как Они Ловят Всякие Случаи Против Христа Обвиняют Его В нарушении Субботы И тем Покушаются Затемнить Чудо Посему Не спрашивают Его Как Ты Прозрел Но Как Он Отверз Тебе Очи Во Всем Клевеща На Господа Как Действовавшего В субботу Заставляют Самого Слепого Припомнить Что Он Сделал Брение Именно В субботу Достойно Замечания Смелость Слепца Что Он Безбоязненно Ведет Речь С Фарисеями Его Привели С тем Чтобы Он Пораженный Страхом Отверг Действительность Исцеления А Он Очень Ясно Возглашает Я Вижу Из Фарисеев Некоторые Не все А более Дерзкие Говорили Не от Бога Этот Человек А Другие Говорили Как Может Человек Грешный Творить Такие Чудеса Видишь Ли Под влиянием Чудес Многие Смягчаются Вот Эти Люди Фарисеи Начальники Однако Ж Вследствие Сего Чуда Пристыжаются И Несколько Защищают И Была Между Ними Распря Распря Это Происходило Прежде В Народе Ибо Одни Говорили Что Он Оболещает Народ А Другие Что Он Добр Иван Гелетана Седьмая Глава Двенадцатый И Сорок Третий Стихи А теперь Начинается И Между Начальниками И Вот Многие Фарисеи Отделившись От Прочих Защищают Чудо Хорошо Иногда Бывает И Разделение Как и Господь Говорит Я Пришел Принести На землю Меч Матфея Десять Тридцать Четыре То Есть Без Сомнения Разногласия Из-за Добра И Благочестия Евангелие Атеана Девятая Глава Семнадцатого По Девятнадцатой Стихи Опять Говорят Слепому Ты Что Скажешь О нем Потому Что Он Отверз Тебе Очи Он Сказал Это Пророк Тогда Иудеи Не Поверили Что Он Был Слеп И Прозрел Доколе Не Призвали Родителей Сего Прозревшего И Спросили Их Это Ли Сын Ваш О Котором Вы Говорите Что Родился Слепым Как Ж Он Теперь Видит Толкование Напоминает Ему И Побуждает Его Потому Что Он Открыл Тебе Глаза Он Говорят Облагодетельствовал Тебя Посему Ты Должен Проповедовать О нем Христос Одним Перстом Совершил Помазание Брением И Его Считают Нарушителем Субботы Сами Они Все Рукой Отвязывают Животных Для того Чтобы Напоить Их И Считают Себя Благочестивыми Жестокосердные Упорные Призывают Родители Его С целью Поставить Их Затруднение И Через То Принудить Их Отвернуть Прежнюю Слепоту Сына Так 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 Как Они Не Могли Заградить Благонамеренные Уста То Застращивают Родителей В Надежде Уничтожить Чудо И Так Ставят Их На Средине И Делают Допрос С яростью И еще С большей Злобой Не Говорят Это Ли Сын Ваш Бывший Некогда Слепым Но О Котором Вы Говорите Как бы так Говоря Которого Вы Сделали Слепым И молву Об этом Распространили Всюду Совершенно Вымышленно И Ложно Но О Злочестивые Фарисеи Говорят Ложно Ли То Что Он Видит Теперь Или То Что Он Был Слеп Но Что Он Зряч Это Истина Следовательно Вы Ложно Разгласили Что Он Прежде Был Слеп Спаси Христос Не будем Искать Чудес А будем Рассматривать Эти чудеса В себе И вокруг Которые Существуют А искать Будем гоняться За этими чудесами То Тот Который Противник Божий Он Настроит Нам Чудеса Для того Чтобы Увлечь За собой Чтобы Мы От Пути Спасения Да Любовь Николаевна Прошу Простите Очень Хороший Сегодня День И У меня Есть Стихотворение Написанное Последний Божий Призыв Можно Его Озвучить Длинное Мое Покороче К вам Сестры Братья Бог Твоец Кто Вселенной Управляет Единый Любящий Отец С небес Призыв Свой Посылает Настанет Скоро Судный Час Пред Богом Нам Предстать Придется Теперь Призывный Божий Глаз Ко Всем Живущим Раздается Вы Люди Слушайте Меня Я Дал Вам Дом Планету Вашу Добром Ее Наполнил Я Как Переполненную Чашу Среди Планет Ее Избрал Устроил Все На ней Прекрасно И Чистый Воздух Я Создал Как Купол Голубой И Ясный И Вас Людей Я Создавал Поставив Выше Всех Творений Здоровья Силы Вам С небес На землю Вас Послал Ведь Вы же Вечное Создание И Вам В Наследие Отдал Всю Беспредельность Мироздания Свой Образ В Вас Я Отразил Дал Светлый Разум Для Познаний Свободной Волей Наградил И Безграничностью Дерзаний Я Дал Вам Жел И Дал Детей С Наивным Нежным Взглядом Ясным И Женам Вашим Дал Мужель Готовя Вашу Жизнь Прекрасной Для Жизни На земле Я Дал Закон Любви Закон Прощения Меж Вами Братство Завещал И Разум Дал Для Управления Чтоб На земле Порядок Был Чтоб Счастье Здесь Вы Создавали И Все Чем Вас Я Наделил Лишь На Добро Употребляли И Совесть Чистую Вам Дал Чтобы Она Вас Осуждала Как Грозный Страш Во Тьме Сигнал От Дела Злого Отвращала Чтоб Были Вы Здесь На земле Моими Вечными Сынами Могли Потом Прийти Ко Мне Обогащенный Делами Вы Чистоту Души Своей Житейской Грязью Все Залили Безгрешных Маленьких Детей Грехом Как Ядом Напоили Попрали Вы Дары Мои Законы Жизни Извратили Вы Силы Губите Свои Свой Здравый Разум Омрачили И Голос Совести Своей Себе Давно Вы Заглушили Одна Вражда Среди Людей Любовь И Правду Позабыли Послушны Стали Сатане Он Не Желает Покориться Себя Обрек Гореть В огне И Вас Туда Увечь Стремиться Он Врах Ваш Врах Он Так же Мне Когда-то Хирургин Прекрасный И Нет Прощения Сатане И Ждет Его Удел Ужасный Он Врах Ваш Всякая Лжи Отец Носитель Зла И Преступления И И Ним Раз И С Ним Разделите свои и жизнь былую измените услышьте мой скорбящий глаз и всем словам моим внемлите покайтесь люди предо мной о милосердии молите и со смиренной душой меня на помощь призовите и милость окажу я вам приму к себе уже прощенных и по заслугам и делам а кровью сына искупленных как ваш отец взываю я и жду от вас я покаяние все счастье ваши меня мои заблудшие создания мой голос всех людей зовет оставьте злобное деяние за грех у дел ужасный ждет в огне где вечные страдания спешите кто живой теперь и пусть спешат все поколения для вас открыта в небо дверь и всем отец дает спасение сегодня есть у вас время не кончилось мое терпение звучит призыв последний раз я вас зовут преображению тогда по слову моему людей настигнет воздаяния и верну грешников во тьму где смерть и вечные страдания но будет время грозный час конец грехопадению будет то будет страшный день для вас тогда господь ей осудит последний божий призыв по благословению с хиеву мина и ранимы саноксарского спасибо христос потому что будет у нас уже двадцать пятого мая последний день когда мы поем христос воскресе и будем ждать духа святаго вознесение господне еще тут совпадает и кирилл нефодия двадцать четвертого мая память так что призвать не зря братья и сестры у меня к вам большая просьба ну прежняя просьба молиться о сыне моем который сегодня опять отсутствует чтобы господь его призвал а также о дочери которая была с нами которая теперь другом обществе о том что никак не могу теперь ее убедить в том что мерзость пред богом женщина одевающаяся мужскую одежду более того это теперь уже имеет последствия еще более страшное в год ребенка одевает тоже брюки ну что тут делать уже всякие методы используют так что прошу вашей поддержки молитвенные помоги господи а вене амине вот татья алексина пантелеевна просит молиться чтобы господь его укрепил на пути спасения он сегодня был на службе но вот сразу раз и уж 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 мудро брата никиты тоже не вижу что-то убежал да тоже на занятии что у него или как нет вместе свиньи вместе свиньи хочу представить вы заметили нового человека это занятие коллега мой мы с ним вместе трудимся в одном отделении он студент четвертого курса медицинского университета обратился к богу читает новый завет есть иконы молится молитва у него утренние вечерние правила съездил со мной потеряевку был на празднике так то молитесь чтобы господь его укрепил на пути спасения чтобы избавил его от ложного стыда другими людьми чтобы не не угождал людям угождал богу ну вот имя-то его как владимир 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 помоги мы исчерпались вам слово не то что важен исчерпались поговорю о том что уже говорили сказали людей было мало а вечером было много а почему доехали до корчены развезло и через эту грязь пробрался только митрополит один дождь непрерывно идет дождь а дороги вообще нет а там перекрыто тут прорвано и ваку надо куда-то ехать в другом направлении и на почте остановились развернулись из администрации говорит откуда были вещи ребятишки болюстиновым было нету это искорчены так что причины разные бывают но главное что митрополит приехал но и он как будто бы вчера только выехал и опять приехал такой же веселый радостный и мне говорят о смотри он как он даже знает где улыбнуться вы еще посмотрите что мы впервые записали все богослужение от начала до конца как на улице его встретили и как батюшки в дом зашли мы обычно эпизодами делали а тут все сейчас 40 кажется дальше за столом было садятся за стол батюшка выключен они хотят или чтобы видели как он живется а почему я бы записать все выводе подлесницу залез из подлеснице снимал улыбнитесь консерты до начала до конца то есть три больших ролика поставлены можно это увидеть раньше сильно нападали на митрополита сейчас не стали ну и мне пришлось там слово сказать ословие там лучше ты скажешь со стороны как будет дальше говорили о чуде мы в чудесах не нуждаемся златоуст говорит мы замечаем и бога прославляем для веры нам не нужны чудеса я буду говорить как бы отвлеченно но если даже догадаетесь о ком речь идет не подходите не спрашивайте не надо так а кто это зачем это в некоем царстве в некотором государстве в теле или не в теле в теле я забыл сказать что кто-то оставляет там люди людей на зиму и говорит это за голубями то будете смотреть да конечно он приезжает этот человек спросить ну и как голуби какие голуби ну как я самый породистый привез тут оставлял я нахожу только вот а остальное что а остальное выпивали на закуску все голуби пошли а голуби то завезены были представьте с афганистана с ирана и откуда только не было но вообразите такую картину я не говорю где в каком государстве но крылышко реальное вот такое она выглядит одно дальше у некоторых человека немножко было земли и он землю это говорит кому надо землю кому усадите и они начинают садить тогда когда его нету и не говорят ничего в этого человека кое-что было здесь чем он кормился они подряд все это смели он приходит чистое поле ничего нет подошел посмотрел а куда же это все делать это было день два три через три дня он только зашел за дом и видит там корни валяются вот такие вот это реальные эти корни он взял жалко ему потому что каждый день он от этих растений брал себе на винегретом все делается и выкопал ямку и посадил в другом месте может они мешали не знали и они приросли все что удивительно но вы знаете это что-то ревень как правильно жарили ревень ревень да и мы называем кислетка вы знаете как это называется щавель и щавель у меня тут четырех местах рост все смели нигде нету вот она догадалась если это заброшено далеко было туда почти к соседям и на случайно нашел второе посадил и уже сегодня все зеленеет это чудо божье и нашел один корешок заброшенный щавеля и он тот человек посадил но сегодня уже утром дал жесток я тогда людям сказал это вы не знали нет не знали это думали не видели посадите выделил место где посадите сюда чтобы не было потери и мне сразу вспомнился житие святого фома ди фуркин чуде чудят же вот виноград у нас посадили половина черного виноград хороший все но он винный виноград а бывает зеленый зеленый и там кто-то какие сорта было неизвестно но главное что собрали ветки ну и в костер а видимо там много влаги не все сгорело и обгорелые выкинули выкинули тогда не ездили эти машины мусор то не собирали он подошел этих обгорелых головешек набрал и посадил и что главное вырос виноград который раньше всех зреет самый плодоносный в окрестностях самый сладкий я хотел сказать об этом моя умом своем я сразу как бы присоединился что сделали пищались они надо надо не знали кто там соседи помогали делали копали уже хочу ремень но чудеса бывают так как бога не прославить на моих глазах все это проклюнулась теперь эти люди которые запустивали такими важными голубями оба пали я все это увязываю с одним совершенно они что было у них как будто ничего и не было а мне бог то есть ему тому человеку я говорю я заговариваюсь бог послал еще несколько сортов разные голубей как бог это все делаем дальше говорят ярмарка у явно амоса камынского кто не знает советское время это было книга у нас после библии на первом месте которой государство выпускала это удивительно вся божественная книга и он называется отец мировой педагогики чех и мы где эти книги узнавали в каком-то там городе мы ехали закупали все с прилавок и со складов и потом людям дарили описание откуда он что брал и он там описывает ярмарка суеты так и называется у него великая дидактика и дальше ярмарка суеты вот наши братья туда пошли их тоже у братьев учить надо было я сказал зачем зашли под крышу они там арендуют платят вы полезли дальше он не хочет снимать зачем у камеры бросовать надо было отойти и все я имею право что ты имеешь он сломал уже твоих прав никаких нету и когда это право продлил на две секунды надо было выйти это все говорят так выйти да но тот хулиган явно делал почему он часто исповедуется часто причащаются люди все умные куда выйти он разбойничный и он и неизвестно где чем кончится вы о нем помолитесь он наказал брата нашего на его место я сказал купить новую камеру мою камеру сломали тот и новые камеры снимают она мне не очень нравится все как-то мелко но набил я руку там один пришел и говорит у меня вот такие так были тут и разбойники все убрали он годы ты не об этом плачь ты плачь они их говорит так коня украли пахать не на чем кони куда не денется как не денется то все взяли уздечку все маленько пока говорили конь бежит он говорит вот а где седок да как он утонул конь в реке только зашел через зеркал переплывать кукон вернул дашь его ногами дали топтать затоптал и все ему святой сказал я там нашли а чей-то труп а кто это плывет вот он плывет так что об этих которые так делали их сняли они не хотели что снимали теперь в интернет выставили и теперь и смотрит не два не три человека на больше намного больше посещаем из нас 6 миллионов 300 тысяч миллионов цифра выставлена не на этот ролик только она на другие у нас 7200 роликов наших только то есть смотрите это событие и сколько мы можем полезного взять из него по скорби об этих людях какие они жестоковы и друг как открылась начали говорить эти ярмарки там были там папы сидят жрут и дальше уже на патриарха на всю церковь идет поношение ну и говорят это не поношение это действительно так что они тут и дальше уже 10 лет 20 лет назад что было они клапан сорвали и надо вести себя тихо на в общественном месте а я из этого сделал вывод у нас были люди которые не хотели чтобы снимали их никого нету потерявки были такие никого нету почему ты скрываешься вот я говорю неправильно сказал но это моё из это отвечать перед богом будешь я понял люди которые против что снимает как правило но я не знаю сколько но девяносто с лишним процентов не верующие хотя прикидывается верующие ходит молится причащается ты не веришь что суд божий будет страшный называется большую букву страшный суд а то мы привыкли но умру помолятся на то что изменится участь после смерти нету намека даже на молекулу нету второе послание коринфянам 5 глава 10 стих всем нам надлежит пристать на судилище христово что получить соответственно но соответственно тому что он делал жилья в теле доброе или худое не соответственно тому что тебя будет молиться 5 братьев которые скажи братьям у меня там есть мужа на глава евангелия от луки нет главное это верно что у них есть законы пророки мои себя и пусть слушает их и поэтому если кто воскреснет не поверит не поверят и поэтому да и не сказано чтобы им верить то может и дьявол явиться и поэтому все разговоры о том что изменит участь видели как стали молиться он вылез и там чан стоит из огня он напился это ты упился нет повторяю нет между нами и вами великая пропасть нет перехода кашла за мертвых момент я сам молюсь каждый день в первую очередь это утешение нам богу диктовать не надо условно писание говорит определенно нет надежды за гробом нет покаяния повторяя эту правду за гробом нет покаяния без покаяния нет прощения все двое две фразы я беру из златоуста нет покаяния верующий в сына божий имеет жизнь вещи не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем евангелия 336 а ты хочешь чем бога задобрить или как нищему подать около церкви подает докупили дорогие папиросы нищим он любил у нас курить по папироски дает тогда был козбек такая коробка сильная ну помянуть такие папиросами я владела что богу это угодно дефимиан дым такой идет и дьяволу угодно это неладно называется уста курящего демонская кодильница ян караштадский вот что мы можем взять из того что вы сказали боятся когда снимают а почему боишься когда каждое мгновение за каждое в жизни мгновение за каждый потерянный сейчас за мысли слова и движения ответа потребуют с нас все записывается на мытарство как у пиадора написано это житие василия нового пиадора сареградской было показано все что делал ты где пила с кем пила все пристанет а смерть пришла меня дома не нашла я с товарками гулять ушла нашла и песенка твоя как ты ногой топала хлопала все найдется за все за каждую секундочку отвечать счет это боишься здесь ты наоборот себя со стороны хотя бы увидел один раз начинает ладошками закрывать у нас тут есть фотоаппарат боятся даже ты мою девчонку возьми здесь ухаживай за ней а я сюда даже не зайду я не на но это все перед глазами у нас все дела это там я говорю я не атак давних событиях нам есть что взять что нам бог дает но нужно извлечь упала башня что она была фундамент у нее не такой тут можем там горью там что там было подмыли но никто не искал ничего и господь говорит башню упала не думайте что лучше не покайтесь также погибнете и начал пересечислять события где были подобное также погибнете это христос говорит ты услышал там авария там ударились где-то вот этот флагиан ты разогнался ударился и тело разлетелось на куски тело чтобы разлетелось я прощение почти нечто обычно ударила травма несовместимая для жизни а здесь разорвала на куски до купилища человека за рулем там пенсионера ни одного отзыва положительного нет ни одного просто лютой ненависти люди к ним убили человека два брата сразу сгинули почему кто-то роптал надоедали поехали ладно разберусь разбираться уже некому вот как мы должны быть внимательными чтобы не пройти мимо примера который лично для нас бог делает с кем-то было а ты видел тебе горше будет намного потому что ты видел наказывал их и урок этот не взял себе вот мы потеряем кипа были сколько уроков здесь было смена смотрите мы приехали думали так думали да вот у нас брат андрей вот я думал на машине а ему никак нельзя и он сразу взял на себя расход что потратить его сидеть согнулся здесь его не видать за этим даже а сам свое дело сделать для чем пилить прошлом году бас несколько мешков сахара кинул летом раз нам пилу пилить подарок здесь раз оплатил машину тихо незаметно бесшумно я говорю когда вы смотрите какие-то затруднения у человека что-то долго не причащался все это перед богом и ты видя это добрые дела милости не пришли пред богом на память как будто бы забывал а тут мы напомнили мы напоминаем не будьте бесплодными вот сейчас потеряевки видите лагеря нет но уже вчера приехали к нам оттуда и зданием и все какие здания там эти кельи передали потеряевки сейчас приезжают люди работать нанимаются и где жить пожалуйста теле открытых это потеряевки уже видите как господь умудрил сразу же лишиться нам всего 18 июля приехала полиция а 19 мы собрали собрание я ликвидировал лагерь и все строение все передал потеряевки это бог только может так умудрить а теперь эти которые вокруг там метались а распотребки надзор никому ничего не прощает а тут ничего пока не могли сделать не могли милостью божию у нас юрист свой спасибо господи христос они еще с нас не рубля не могли взять а у них штрафы не простые на организацию миллион и золотые и бог миловал все это пронес и вот нынче спорта мы приехали туда и вдруг игорь его машина а меня предупреждают сигарем ездить не надо во первых возит не абы как да и машина такая спотыкается чихает ей но мы доехали доехали и дальше мало вы доехали то мы узнали там какие беды того не бобры прогрызли и вода ушла примерно вот такой высоты вода была вся ушла да но он под низом прокопал вот такое огромные норы и туда хлещет они отсюда заталкивают еще не было бы на ушам и все равно продолжает еще оттуда идти только приехали мы едва едва разобрались а на нехите дом привез голубей 5 пока там пристроилась накормить напоить там голубя не уже было мы скорее сюда я 5 брат игорь дымов нас повез туда мы объехали все пруды это первое сделали и самое главное это рыжковский где прорыв вы посмотрели вот это вот дома вот этот вот идет даму вот это стол дамба он вот здесь прокопал туда под низом и не известно где нора там прошел а уровень то воды два сообщающиеся сосуда то из той стороны вышла и там бьет и не затуть а там же надо затыкать там а его нет нигде я только пришел говорю все неправильно делали а что вот здесь вот надо отступить и сделать новый дамбу чистоколом забивать а потом при системно до стены некогда вы знаете у нас маша барабаш ну кому это новость уже гостей пригласили примерно 200 человек говорит а про чем тут добрый я скажу это все связано в томск уезжает и послалился мой племянник он где-то в институте работает ну я не знал про это подошел к игорь да некогда тут возиться я говорю ты мне привези три которые накручивают стены туда скорее батюшка да у него такие дела я отойду пока не привезете вот как связано долго не задействован мы его оторвали он привез и теперь мы начали делать все это привезли там напилили и теперь дамбочку создали и подняли уровень воды до того который был это так когда затоплена лодка но не такая глубина большая 70 метров подводная лодка открывает торпедный корабль и воды напускает чтобы выше торпедного аппарата чтобы в него заходить и вот мы это самое я накануне только посмотрел про подводную лодку и все это там применили и воду остановили остановили и еще всего сделали 5 запрут из этих из частокола и вот так вот там бедра носили что там фактически больше дня работали и сейчас сообщает уже кажется 12 сантиметров удровым поднялся вот так вот поднялся идет воду первую ночь прошло на 3 миллиметра я говорю все равно это прибавка это на на всей площади а сейчас говорят 12 да не тоже мне не верится может ошиблись там это откуда ты 12 может быть вы ошиблись там может сантиметр целый был а вы думали что три миллиметра про человека который исцелел почему они ничего не хранили на память людям сейчас приезжаешь серафим серафимов котелки въехал то ли в них варил или нет стоит генерал российской федерации на него на голову надевает от серафимов котелок у него голова с похмелья болит поэтому только надо столкнуть это как один говорит у тебя собака боязлива чтобы она не боялась где-то под ванну и под ванну по ванне тогда палкой бить ну так и сделали как ванну подняли хозяин больше собаки никогда не дома ни где не было она пересекла китайскую границу или в корее или может лучше пусть меня на что-то наплог чем здесь мучиться на выставке то сколько заработал медали 3 золотых горит медали серебряный бронзовый правильно две серебряных тебя нужно сборная с двумя собаками две собаки не могут 2 золотых набрать что этому почему они не сохранили сухарик сейчас перед нападает подают что-то нашли от серафимов сухариков их размешивают с тестом тестоместы работают не успеваете кто бы не прижал серафимову сухарики а серафим кстати ровески пушкину какие там сухарики но из того что осталось коробок 12 но можно было на память хоть один короб то оставить и нету тайна вечера ну скамейку оставили бы нет нашли что-то и вот начинается теперь нашли там это ничего нету одни теперь все разъехалось а мертвые то были которые или теперь их достают расчленяет их и каждого маленько достанется кто такие а почему потери живого бога живой связи с моли в молитве с богом и тогда вот люди ищет из сувениры это неплохо сувенир напоминает один работал секретарь у черчилля уинстона а тут все время не выпускал изо рта сигары и он этими окурками состояние составил то продает и каждый кажется 700 этих фунтов стерлингов окурок это это курил такой стон черчилль а тебе-то какая польза и уискурить даже нельзя глупость православная она и в англиканской церкви есть у нас все на сувенирах абсолютно мне сообщение пришло отец наук построил большой храм строили да да я был как раз там мы были молились вместе фундами там арматуры сколько спонсоры были все но теперь когда уже построили надо отоплять дорого и он говорит отец дорого вроде я печник я ему сказал я то печник что дровами топить во первых не одну печь надо строить а во вторых какой я печник ну кто знает только я сказал об этом переговорили из горного алтая нам знакомая зона вы сразу мы можем рассчитать сколько чего требуется вот интернет что дает этот сказал мне отдельно я это вынес на обсуждение нашлись люди добрые которые сразу же вызвали чтобы помочь слава христу понимаете вот ты сидишь ничего не знаешь кто бы знал про наши книги которые вышли я неоднократно говорил мы послали в испанию книги шли день в день два месяца дошли до границы германии замерла испания рядом и кто выписал литовка литва католики я не совсем православная и позавчера кажется она мне пишет вы узнали смотрим ролики то что вы там новые какие дома и у вас не хватает чего мы тут решили и завтра я должен пойти получить 20000 рублей это благодаря вот тому что в интернете а теперь что нам нужен кухонный комбайн с плитками с духовкой холодильная установка и стиральная а что дороже что важнее говорю только что готовить пищу уже узнали откуда помощь придет благодаря открытости люди говорят но выступает это осип а потом смирнов их видят только называется по часами больше ничего нету наша жизнь со всех сторон у меня даже интервью брали когда я спал есть под одеяло отвечаю на на рождество и терю из под одеяло голова одна выстанутая и я говорю говорю так еще сколько людей пришел посмотреть что-то делаю нарвал крапиву как-то лочь как сделать вот и попутно сказать вы делаете что вас просили мы приехали потеряем ковер а где зелень положили бутон ну порежьте порезали и крупно посолили есть нельзя ты делай то что тебя просит считай внимательно бы точности исполнить и тогда все что ты делаешь будет приятно и все время учись вот мы съездили сколько мы там уроков до себя взяли даже не знаю сережа не сказал ураган то на пенсию идет у него который с нами ездил собачка сколько заслуживаю я даже взять не могу это не бывает уже 10 лет ну вот 8 ну за 3 так нам нужно работники физически работают потеряем кто бы мог поехать я 10 или еду и помочь там по дамбам надо и ну то есть нужно просто приехать я отдохнуть на работу а как говорят отдых это смена работы раньше говорили так смена ты сидел за столом там компьютер теперь пошел поработал это как отдых желающие есть еще василий не просишься коты это особенно в общем обе эти виды сестры если у нас будет сейчас мы сразу же можем открыть в четырех домах вот она приезжает наша сестра и четверо ребятишек ну парк это мы берем а девчонка на отдельный домик мы с проглядом вперед глядим что с вами могут сделать они нынче у нас в лагере нет они приехали в лагере нету слово в лагере исчезла а эти люди приглашенные приехали в гости то есть мы этого не скрываем открыто и прямо говорим может ли теперь к нам роспотребнадзор приставать когда гости приехали пока галь законов таких нигде нету я думаю что бог их в разуме то они не полезут больше дома нам залазит но мы делаем все сейчас так что они залазить будут и мы заранее предохранительные меры для этого же выносим что именно делать как и чтобы себя не уронить и миру показать что все делает господь как надо это не дело ни одного дня так я прошу если кто не может поехать помолитесь пока нас бог не лишает ума но дальше то что было как и вот сейчас все упрекает а вы говорите а сами московская патриархия там что делается а сейчас говорят и смотри какой шаг сделать сергей козлов то ему сейчас еще не говорю а я не принадлежу патриархии от зарубежной церкви он то не говорит а за него уже отвечает я подумал если только он это знал и желал от того отбить и которые сейчас поношение там это вообще был шаг в общем запредельно глубокие высокие а вот к нам митрополит приехал и он сам там когда возглашает патриарха кирилла и первосвятителя русской православной безрубежной церкви лариона он знает с кем служит господина нашего да и ни словом нигде никак чтобы где-то было против и не говорят что человек это бывает какую-то цель преследует я не спрашиваю вот вы смотрите на него на митрополита кажется нет ни одному человеку настолько открыто он все действует и говорит когда они едят я только подойду стану и стою напротив а батюшка уже ведь я ставит и показывал он у меня сразу я говорю воды к благословите слово сказать но о слове ты скажи как она была чем но первых достаточно долго стоял и встал он как всегда самый первый папа торопедничал поел и стал стоит ждет момента 44 минут постоял около походил так вокруг это потом вот когда он сказал что батюшка я уже обратил внимание владыки на то что и на тигне стоит и на те стал говорить говорила на православие состоянии нашего православия какого какого она есть детали я конечно не перескажу и на тигне всю вашему во всю вашу речь но владыка местами улыбался местами был весьма серьезен но очень внимательно выслушал все сказанное и думаю что многое принял и галич не потом сказал что один из его свиты когда вышли сюда на улицу со стороны школы уже здесь подошел и поклонился игнат тихоновича то есть ну как бы да поблагодарил вот так что слово она она была правит пронизана естественно словом божиим примерами жить и нынешнем православии заголовок о состоянии нынешнем православии так что это слово она осталась и в нашей памяти и в памяти владыки но ведь его нас затягивает иногда сергей долго читает здесь ну и понятно что домой охота там уже все поспело и здесь также служба заканчивается и вышел глушков игорь читает внятно но длинная проповедь она златоуста и ведь я уже стою и думаю сейчас батюшка будет беспокоиться так и есть батюшка выходит обычно он подойдет дверь открывает наши кончают а игорь стоит на роду лицом я не видит и батюшка стоит вижу прямо из тебя уже это выходит ну как сказать чтобы игорь то перестал все закончила служба там обед готовы это и архиерей то здоровье тоже батюшка понять то можно и никто в это время нашелся только один человек нету батюшка вышел и сказал аминь он сказал прямо передал аминь уже человеку он сказал этот человек подошел отошел а потом уже я тут вышел и сказал игорь это батюшка аминь середку и я это сказал кого мы больше любим живых или мертвых что важнее ну понятно что архиерея никто не знает куда слово то повернется я бы скажите вот у нас был бы здесь иоанн златоуз и он говорил проповедь но вот этот архиерей ты который перед нами сидит он бы прервал его или нет то я владыке это говорю то владыка сидит смотрит на меня и улыбается никогда почему владыка уважает и она златоуста а раз он умер но мы его мертвого не боимся и потом качай его убирай у нас обед готов вы больше любите человека земного вот этого не того который перед престолом божиим так было сказано да 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 спасибо христос для меня это был урок тоже так что простите христо ради что я предпочел владыку и он остался еще в этом во всем этом когда там все заулыбались засмеялись уже когда игнотины что это прояснил о чем он хотел сказать и он говорит а вот рядом с вами сидит а там через одного человека или через двух витя сидит савченко и он говорит вот семинаристы вот один рядом с вами вот рукоположили бы нам священника готов я думаю отчетов мешкать то и полы рукоположил вот и вот и ну так чтобы только нас не затягивает ну зачем это этим заниматься мы на своем месте короче в открытую все сказал о чем мы тут разговаривают за столами отдельно коровы отдельно бараны да вот по поводу того что снимают надо помнить все пред богом открыто не укроешься ведь ни на сколько как адам пытался укрыться в кустах адам где ты как будто бог его не видит не знает где он дал его к совести призывал поэтому все что мы здесь делаем открыто должно быть и чего бояться если пред богом там и все открытые голенькие что называется читает наши мысли господь ну вот я думаю что мы можем вот у нас новый человек владимир я немного хочу с вами поделиться своим жизненным опытом когда вот я уверовала мне было 19 лет это тоже студенческий возраст и понимаете что у бога и случайного ничего не бывает если вы услышали слова в этом возрасте значит пришло время и услышать и свидетельствовать а первое свидетельство это конечно внешний вид то что внутри это да но люди этого не видят а христос сказал идите проповедуйте и прежде всего вас будут встречать как говорится в народе по одежке по внешнему виду христианина будет видно даже издалека вот я училась пока там в аудиториях я была без платка но это вот мои первые прям первые годы потом пошла на на практику и меня вот посетила такая мысль ну вот как я вот без платка не помолиться ничего иду в заведение а практику я проходила вот найти очень недавно был комитет по образованию на ползунова с васей выходили на ползунова напротив седьмого континента организация достаточно такая серьезная я пришла в платке в первый день практики и сидит женщина такая она конечно опешила и говорит а вы вот так и будете в платке я говорю да я буду в платке мне он нужен для молитвы мы с ней практика у меня было несколько я не знаю я не помню давайте не буду не помню уже сколько но ее это не смущало я ходила по кабинетам там по ее поручениям сидела за компьютером все и потом время экзаменов опять же мы студенты ну как я в платке ну понимаете я не могу вот так вот что я сейчас сниму платок внутри то у меня я я буду лицемерить получается я сниму этот платок чтобы прийти сдать экзамены чтобы меня все мои студенты студентки девчонки с которыми учились но видели такой как я была раньше но я же сейчас не такая я в платке пошла и на экзамены и понимаете вот этот момент был переломный я как сейчас помню вот это сердце бьется колотится я это слышу и девчонки встретились соскучились друг с другом там такой гыр 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 и захожу я такая тишина сразу галя в платке и так шу 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 так попритихли но этот момент нужно пережить и я знаю что этот момент был решающим на всю жизнь если бы я тогда сняла платок то и сейчас бы вы меня видели бы без платка ну только вот здесь я в двух платках а там вот на улице и без платка и всяко разно понимаете если вам мой пример будет на пользу помоги вам господь пережить все это как мне кажется юношам даже легче но у вас вот растет борода но вот красивые благообразные братья даже смотришь по улицам сейчас модно с бородами ходят мужчины даже смотрю и седые бород и всякие ходят но какие же благообразные спасибо господи спасибо спасибо братьев хорошо помоги вам господь все это пережить брошу молиться не забывайте брата владимира она это что сестра галина сказала наташа пихотика была приглашена или как знакомый директор 68 школы торшин виктор он депутат здесь законодательном собрании был даже где-то как занесен был там на таком уровне он вел это все государственная там эта книга энциклопедия право какого-то где-то и она пришла платке так вы так и будете да он ни слова не сказал ей и вот теперь она пришла и рассказывает как ее там приняли изобразительное искусство закончила оттаски государственный университет и там девочка одна класс это там видно начальное было девочка она встала идет ко мне игроки поймана подошла и вплотную на меня что а вас тут пятнышко она сказала нарисуйте мне какая есть она подошла и пятнышко здесь рассматривает девочки и пошла дальше рисовать если ты как все тебя никто не заметит наших сестер отмечают не не только эти южные народы когда и ветка идут для них это глоток вода не сделать что-то плитку ли что-то кладут а наши сестры идут а эти сразу бросили работать наши сестры идут на эти там которая силу это мусульмане подошел и говорит да это православный нет нет православным он они голые ходят это наши сестры какое платье какой вид вот вы себя и держите держите и притом мы даже не знаем сколько за нами смотрят вот с бородами мы нас где-то здесь в горах останавливают так милиционер остановил это ваххабиты начинают ваххабиты а сразу вышел из документа мы православная а что же вы так все с бородами как наши а там не ваххабиты вот так на дороге едем здесь старой больнице краевой я разговариваю одна женщина оборачивается ох лапкин вы здесь не молчите а вы кто а вы видите занятия в университете так а моя аудитория горит рядом с вами а сестры все среду и сразу на них обращают внимание с вами ведут тише себя те которые в миру живут и поэтому если у вас есть дети берегите чтобы никакой краски ничего не было мир поглотит свое вы будете криком кричать ничего не сделайте я свидетель в жизни своей что когда видят когда вы одете в ответ вот как у нас принято благочестиво это мы придумали такой образ это на картинах репина сурикова везде так изображено к ним мирские люди не разу нигде не не нахалюще не подходили тебя одеяние спасает за которым люди видят то внутреннее твое благочестие спасибо христос еще у кого есть слово я думаю надо заканчивать далее будет у нас песнопение трапеза общая и занятия по изучению священного писания брат подожди подожди я спрошу брата занятия подождите минуточку занятия по интернету проходит проходит когда раз объясни всем среда пятница воскресенье 18 по барнаульскому времени для того чтобы войти нужно что сделать нужно мне написать написать на твой на твою может на мой skype я скайп покажи сейчас андрюша будет уезжать вставайте выпустите я хотел сказать что когда здесь песнопение у нас все свои готовите вот кто готовит здесь пожалуйста вы как-то безмолвно это делайте что можно было петь потому что у нас последнее время нету песнопение вы как начинаете тут и суета такая начинается какие песнопения непонятно вообще умолить или давайте поем или нечистая дева радуйся и покереку радуйся твой сын воскресе ты девин от гроба и лету я воздвиг новые люди веселитесь а святись а святись а новый иерусалиме слава бога господня на тебе вас и я ликуй ныне веселись а сегодня ты же чистая красусь а благородица о восстании рождества твоего господи защити родину нашу от нашественных племенников от внутренних расприй от беззакония которые в тайне останови делающих зло просвети правители страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаяться в неближении своем и проповедует смело и инославным об иисусе христе господи праведны суды твои над россией что оставили тебя и слова твое изреченные в святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бога иегова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия вопия авва отче господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава чести поклонения пресвятая троица отец сын и святой дух аминь 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 душа это и это митрополит привез берите митрополит и прям оставляйте себе его и подпишите митрополит подарил там один деревне так вот так все чтобы запомнилось во славу божию